Украинская сторона здесь находится в пассивном залоге. С точки зрения Украины, Байден старше или младше не нарушали никаких законов. Если они нарушали какие-то законы, то они нарушали американское законодательство, ФСП и другие вещи, но это точно не предмет Украины в этом разбираться. У Украины есть Соединенными Штатами официальные правовые механизмы взаимопомощи. Проблемы никакой не составляет от американского генерального прокурора написать официальное письмо украинскому генеральному прокурору. Зеленский неоднократно говорил, что это мой человек, он имел в виду то, что это человек, который сейчас не будет связан никакими коррупционными взаимодействиями, что он чистый. Придет запрос, безусловно, Украина его быстро и четко отработает. Вопрос только в том, что Соединенные Штаты не присылают никаких запросов, потому что здесь на самом деле с обеих сторон политического спектра происходит, на мой взгляд, абсолютный фарс. Люди просто занимаются предвыборной кампанией так, как они хотят ей заниматься. Это даже не имеет отношения к никакому импичменту, потому что понятно всем, что никакого импичмента не будет, и какой смысл импичмента за год перед выборами. Американский народ уже меньше, чем через год придет к избирательным участкам и определится, что он думает. И про Трампа, и про Байдена, или если будет не Байден, а другой кандидат, соответственно, он сделает этот самый выбор. И надо представлять позитивные программы действий на будущее, а не заниматься этими взаимными разборками. Трампу интересно, чтобы как можно больше полоскали в негативном ключе имя Байдена, демократам интересно, чтобы как можно больше полоскали в негативном ключе имя Трампа, а страдает от этого и глобальная безопасность, и конкретно Украина, которая каждый день тратит своих новых сынов и дочерей на фронте. Вы знаете, я бы вообще в принципе не рассматривал эту ситуацию с точки зрения имиджа отдельно взятого Зеленского. Ну, во-первых, там еще Уинстон Черчилль покойный говорил, что любой пиар, кроме некролога, это хорошо, а сейчас такое количество пиара, который получил украинский президент, ни одному украинскому президенту вообще он никогда об этом и не мечтал. То есть весь мир знает фамилию украинского президента. Но это, как говорится, шутки, а реальность заключается в следующем. Есть положительная сторона, то, что сейчас наконец, в частности, рядовой американец начал отличать Украину от России, потому что до сих пор это в головах было смешано, как что-то примерно одно и то же. И это является, безусловно, плюсом. Но колоссальным минусом является то, что какое-либо там бизнес-заимодействие с Украиной, потому что это же весь скандал вокруг бизнес-проектов и проектов в энергетической сфере, вот что бизнес-заимодействие с Украиной сейчас стало токсичным для американского бизнеса, это колоссальная проблема, потому что главное, что сейчас нужно украинской экономике, это иностранные инвестиции. Их и без того было не очень много, но были все признаки того, что вот наконец оно сейчас начинается, и люди начинают приходить, и вот, пожалуйста, такая история, которая, скорее всего, этот процесс как минимум на год затормозит. Это, конечно, большой минус, и за это американский президент несет прямую ответственность, за то, что он дал возможность этому создаться. Поэтому создастся.